Действительно, две абсолютно разные четверти. В первой мы играли с открытой, баскетбол свободный. Плюс получалось в защите то, что мы планировали. Мы шли на определенный риск, шли за слона низом. Они не попадали, мы подбирали. Наш план работал. Вторая половина они начали забивать. Даже если не забивали, подбирали на нашем щите. Плюс, возможно, сказалось класс команды. Все-таки южная, хорошая команда. И мы не смогли забить то, что мы забивали в первой половине. Из-за этого сложился такой результат. Обидно. Разгромное поражение в игре, которая вроде бы была равной. Даже мы лидировали в ней. Это баскетбол. Конечно, у нас, наверное, чем меньше игроков, тем мы начинаем больше друг за друга играть, помогать друг другу. Сегодня не играл Байда, Скрипец, Роб, еще меньше настало. Мы в этом составе пытаемся сражаться, показывать баскетбол качественнее. До нас приходят болеть болельщики. Мы ради них стараемся. Огромное спасибо за поддержку. Во-первых, две половины – это две разные игры. В первой половине нам удавалось действительно то, что мы играли на пик-н-ролле ситуации. С маленькими играли снизу. Плюс с большими играли трапы. Во второй половине ситуация уже поменялась, когда они все-таки нашли наши слабые стороны. Все-таки задавливали нас из-под кольца большие, планомерно выполняли свою работу, скрупулезно. Нам тяжело было бороться с ними на втором этаже. В этом плане мы уступали. И когда с периметра открывается свободный бросок, то, что в первой половине у них не заходило. То есть мазали во второй половине, не забили. Но все понятно, что у команды «Химика» хорошая комплектация, хорошие игроки. Есть люди, которые умеют забивать с периметра и могут забивать до бесконечности. Поэтому в этом плане мы уступили в борьбе под щитом. Плюс повторные подборы на своем щите. Они подобрали, конечно, у нас многовато. В этом плане мы уступили. Честно говоря, то, что я ребятам всегда говорил, и буду говорить в раздевалке, скажем, это не для всех, но я выношу как бы на общий суд свою фразу, что, ребята, ваш потенциал огромен. Вы можете себе позволить и одни действия, и вторые, и третьи. Главное, правильно использовать этот потенциал, чтобы, скажем, от всех, ну, если в команде 12 человек, то усилия каждого игрока были в одном определенном русле. И здесь очень важные компоненты есть, как внутрикомандная химия, атмосфера. Раз. Во-вторых, мотивация от каждого игрока в целом, которая складывается в одно целое ядро, в один крепкий кулак, в котором, в принципе, и можно решать вопросы, решать многие задачи, поставленные, скажем, перед командой в чемпионате. В данном случае, вот, скажем, открываются потихоньку, но они все-таки продолжают открываться. Игроки с лучшей стороны. Какие-то слабые моменты тоже присутствуют. Но я, как тренер, должен проводить и селекцию, должен делать анализ и, соответственно, вытягивать наружу всю вот эту вот эссенцию положительную, хороших качеств игрока. Если у меня это получается, у нас выходят неплохие игры. Когда это уходит уже на второй план, что-то опять теряется настроить, тогда у нас существует и провал. Ну, уровень, конечно, отличается, но мы стараемся на это сильно не обращать внимания. Настраиваться на каждую команду. Будет Лига чемпионов, будет чемпионат Украины. Со всеми нужно играть. Как сегодняшнюю игру можно поделить на две части. В первой половине мы вышли как-то расслабленно. Много промазали наших бросков. В защите не делали то, что мы договаривались полностью, с полной самоотдачей. И получился такой неприятный для нас старт. Во второй половине мы начали более все агрессивно делать, забивать свои мячи, которые в защите то, что мы договаривались. И получилась всем другая игра и хорошая для нас. Поэтому поздравляю только свою команду. И готовимся дальше. Идем дальше. Да, да, конечно. Очень слабо начали. Очень слабо начали. Я дал сегодня шанс Артему Ковалеву, нашему молодому игроку. В стартовой пятерке сразу он вышел и первых 7 минут ему дал. Но я не связываю это с этим. Я связываю это с тем, что мы просто начали мягко. Начали мягкую игру. Знаете, как думали, наверное, что в первую очередь я настраивал игроков на то, что Кремчу хорошо играет дома. В своем зале. Да, зал специфический, какой есть. И они хорошо играют. И если им дашь почувствовать игру, то они, естественно, этим воспользуются. И мы начали мягко. Свои броски из-под кольца чистые мазали. И плюс допускали нелепые ошибки при передачах. Которые пытались просто опустить мяч на лопост. И потеряли тут пять мячей первой четверти, которые просто недопустимы. В перерыве поговорили. И вторая половина, я думаю, расставила все точки над их, как должно быть. Нет, ну у нас, как вы и сказали, одна задача. Это выиграть кубок и выиграть чемпионат. И мы будем планомерно готовиться к каждой игре. Не будем перепрыгивать ни через каких соперников. Потому что вы видите, даже сегодня. Нужно настраиваться на любого соперника. Независимо, находится она на последнем месте этой команды или находится на первом месте. Безусловно, Днепропетровск, Кривой Рог, Будевельник. Хорошие команды, которые тоже сейчас набирают форму игровую после большой паузы. У нас паузы не было, потому что мы играли в Лигу чемпионов. Они набирают форму. И я думаю, что будет очень интересный как чемпионат, так и финал четырех Кубок Украины.